Всего полуфинальные этапы проводились и в девяти городах. Помимо Полевского это Москва, Волгоград, Подольск, Воронеж и другие. Отметим, что серьезные турниры по баскетболу в нашем городе давно уже перестали быть редкостью. И спортивные объекты физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода способны принимать соревнования самого высокого уровня. Очень хорошие условия, прекрасный паркет, прекрасное оснащение, очень все здорово. И чтобы выиграть, все было бы замечательно. В матче открытия сошлись команды Нижнего Новгорода и Тюмени. И выдали настоящий баскетбольный триллер с переменным преимуществом то одной, то другой команды. Отметим и тот факт, что нижегородцы приехали в Полевской только в полчетвертого ночи, а тюменцы выступали командой младше по возрасту. Прям с корабля на бал, ну что ж так, ничего страшного. Видно, что мальчишки немножко сонные, но я думаю, что справимся. Потом и нижегородцы. Мы, наверное, самые маленькие здесь на этом турнире. У нас большинство ребят на год младше 2004 года. Наверное, две цели преследуем. И накатать, потому что в следующий год у нас Россия, ну и неплохо было бы в финал попасть. В итоге в стартовом матче полуфинального этапа со счетом 58-44 верх взяли нижегородцы. Лишь две команды из шести выходили в финальную стадию, поэтому в каждом матче борьба была упорна. И назвать ту или иную команду заранее фаворитом было довольно проблематично, учитывая юный возраст ребят. Это дети, это непредсказуемо. Они сегодня могут сыграть, завтра они, в общем-то, вот так. У них только еще началась такая спортивная карьера. Мы смотрели по зональному этапу, все команды равные. Не знаю, можно первыми, можно последними. Тут команды все равные. Как у кого полетит, кто забьет. Они сегодня могут сыграть, все забить, а завтра ничего не забьют. Сегодня можно выиграть без 20, а завтра этой же команде 50 проиграть. Такой еще возраст, они психологически еще не сложились. В итоге пятидневных баскетбольных баталий на лыжной базе физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода победителем дополнительного полуфинального этапа стала Дюсш имени Канделя из Екатеринбурга, переигравшая всех соперников. Вторую путевку в финал получили баскетболисты Нижнего Новгорода. Бронза в активе команды из Нижнего Тагила. Полевчане заняли лишь пятое место. Сейчас, допустим, в 2002 год, мальчики проходят финал в Севастополе. В общем-то, расширилась география баскетбола в общем-то, со всех, так сказать, регионов. Здесь участвуют вот этого, 2003 года, где-то команд 80, на первенство России заявились. Так что идет отбор лучших. Но у них еще все впереди.